Разбираться, что у нас тут будет и через что будут играть ВП. Матч максимально важный. Так, начнем с Фнатик. Копорейшн, Шторм, есть Шаду Шаман, есть Угрмаг. Приятные довольно-таки герои, очень интересные. Виртус Про, Элдер Титан, Кунка, Леон Инвокера. Полагаю, что это не четверка Инвокер, как вот сейчас любят играть у нас почти все команды. Есть у нас Леон, есть Титан, скорее всего, это Леон для Соло, есть Титан для Роджера. И Кунка, Ласт Пик за командой Виртус Про, безумно надеюсь, что это Кунка для Паши. Потому что если это будет Керри Рамзес на Керри Кунка, это будет просто кошмар какой-то. Что у нас по поводу банов? В Фнатике забанили Гирокоптера, Алхимика, Штудемона, Никса, Ассасина и Брудмазер. Виртус Про избавились от Магнуса, Энчантрес, Тинни, Найкса и Тимбера. Такие вот дела. Сейчас, друзья, мне нужно буквально пару минут, потому что я, честно скажу, не рассчитывал, что так рано начнут Фнатики и Виртус Про. Потому что все еще идет второй раунд в группе А, и почему-то так рано начали Фнатик ВП. Это безумно важный матч, поэтому уж, извините, если кто-то хотел смотреть Ликвид ТНС, не получится. Очевидно, приоритет здесь в пользу ВП. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, ну что, что у нас тут происходит интересненького? Давайте разбираться. Забанили Войда себе, точнее, не себе, а Фнатиком. У нас Виртус Про. Интересный бан Брудмазер от Фнатик. Ну да, ласт пик за ВП, поэтому они могли удивлять чему угодно. Надеюсь, что сейчас не будет каких-то чудачеств и просто надежный драфт. Нагу. Забанили Фнатики. У нас вообще как получается? Это Огармаг третий. Да, это Огармаг для Айс Айс Айса на третью позицию у Фнатиков. Шаман Думу четверка, Парейшн 5, Шторм на центр. Не знаю вообще, чем играют Фнатики, к сожалению, не пересекался с их матчами до этого момента. Итак, Джиггернаута. Ну, нормальный, хороший, надежный кор такой залетает на линии, в принципе, дискомфорта против Кунки. Он не испытывает вроде бы, именно что вроде бы, загангать его сложно. Надежный, хороший драфт, просто стабильный у Фнатика. Хорошие метовые герои. Джиггернаут, Огар, Шторм. На Штормах, кстати, контроля не так много. Даже несмотря на то, что он появился на второй пик. Осталось 10 секунд. Фнатиков. Ну что, ВП. Надо сейчас чем-то удивить. По сути, чего не хватает. Урона по строениям? Нет. Так, в Мэджик Раскаст есть инвокер, есть Лион, Палец, Кунка там тоже что-то придумает. В принципе, плотность какая-то вроде искусственная есть, да, там за счет корабля Кунки тяжело будет героев пробивать. То есть, в общем-то, есть чем жить. Не хватает только урона по домикам, плюс не хватает физического урона, действительно. Ну вот сейчас, думаю, какой-то нормальный хардкерри залетит для ВП. Да, потенциал играть 4 плюс 1, мне кажется, отсутствует в ВП. То есть, можно, конечно... А, ну хотя нет, стоп, это КВ-шный инвокер. По-моему, это должен быть сигнатурный КВ-шный инвокер. Да, залетает рыба, это не хардкерри, но это тоже неплохой такой герой, на котором можно завозить игры. Рамзес должен засолить, думаю. Чисто по драфту, конечно... Хочется болеть за ВП, в любом случае, как бы там драфт ни был. Ну, что скидывает с себя Рамзес? Все кроме... Кроме бласта Опарэйшену. Поэтому... С одной стороны, прикольно, потому что в масс-файте Опарэйшен, если кинет ультимейт и попадет в Сларка, он не будет регениться. С другой стороны, Опарэйшен по игре это булка, плюс Огармаг третьей позиции против Сларка тоже так себе работает. Ну, на линии имеется в виду. Там простоты выжираются, Огармагу больно. Всем прикольно. Ну да, да, все так и получилось, как я примерно и предполагал. Все-таки Леон для Солоча, Титан для Роджера, Паша на Кунке и Ноуан Кувейн-Вокер. Думаю, что ВП должны просто идти драться. По сути, чем раньше, тем лучше. Надеюсь, что на линиях у них сильно дискомфорта не будет, потому что если будет жесткий дискомфорт на линиях у Virtus.pro, у них прям тильт начнется. Не только потому, что морально составляющая команды как-то немножечко под ударом, а потому что в целом надо понимать, насколько герои могут вернуться в игру. В принципе, ВП хорошие персонажи, но если их задушат на линии, вообще бездейно, да, у них все может не пойти. В целом это герои ВП, вот это герои, которые тренировали Virtus.pro к этому турниру, к, может быть, групповому этапу, к плей-оффу, не знаю. Но вот это герои Virtus.pro. Если у них не пойдет с этими персонажами, ну, я, мягко говоря, не пойму. Фнатиков можно и нужно побеждать. Да, Фнатики забирали карты, там, по одной карте у многих команд, но при всем при этом сейчас у ВП просто нет права на какую-то ошибку, на что-то другое. Касаемо Фнатик, у Фнатик, кстати, хорошая ситуация, но, опять же, как я вам рассказывал, сейчас у нас две команды имеют по 7 поинтов в группе B, это Фнатики и Evil Geniuses, вот. И, соответственно, если Фнатики проигрывают в сухую эту серию Virtus.pro, то есть будет 2-0 за ВП, да, у нас Фнатики будут иметь 7 поинтов, ВП будут иметь 8 поинтов. И, соответственно, ВП перекинут просто Фнатик и закрепятся в верхней сетке. И, возможно, переигровок не будет, поэтому... Ну, самое основное, безусловно, Фнатикам сейчас нужно отжать карту, хотя бы карту. И тогда, возможно, тоже переигровок не будет. Но это при условии того, что ЕГЭ переиграют, по-моему, с НИПами они играют, да? Да, при условии того, что ЕГЭ переиграют не по 2-0, тогда будет у ЕГЭ 9 поинтов, Фнатика 8, и все будет очень лаконично. Так что у ВП нет права на ошибку, ВП обязательно должны выигрывать, иначе все будет очень дурно пахнуть. Ну что, давайте смотреть, что к чему. Что к чему, почему, зачем и как. Какие линии? Тоже очень немаловажный фактор у нас. Лейны, Рамзес на верхней линии, ну да, да, они за Дайр же играют, все верно. За Дайр играют в Родиспро, за Рейден в Фнатике. Так. Да, все просто. Собственно, отправили Леона, правда, с Кункой на линию. Окей. Интересный момент. Ну и пока временный 3-лейн в исполнении Фнатик наверху. Что, Роджер попробует забрать руну или как? Ну, героев он прочекал, поэтому, наверное, подставляться не захочет, хотя Роджер... Минутка, нужно баунти забрать, не получилось. Снизу забирают две, в итоге, по-моему, Роджер таки нафидел, да. Знаете, такой интересный момент, Рамзес вроде как отошел, но при этом Роджер почему-то решил, что он может забрать руну, когда там 3 стана. Непонятный момент. В итоге, да, нафидел за 280, очень обидно, но... Но бывает. Так, и что у нас? Серьезные фнатики останутся 3 лейн здесь делать. И оставят соло Джиггернауту против Кунки плюс Леона. Ну, пока там два героя, Джиггернаут так или иначе получает левел 2, и, соответственно, может куда-то выйти, так что... Ну, в лес, я имею в виду. Как-то потом качаться с третьим уровнем. Опа, приехал Роджер. Мне кажется, тут его и похоронят. Да, заледенел Роджер, это двойной уже килл на этой линии в исполнении Фнатик. Ну, а почему бы и нет? Слушайте, я так думал, может быть, свапнуться как-то, 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 в суппорт притянуться, но если работает стратегия, то чё, зачем вообще делать что-то? И, само собой, да, конечно, очень тяжело, потому что Рамзес не может выбивать статы из Огрмага. Он, в принципе, не может подойти к какому-то герою, ему крайне некомфортно здесь. Ну, всё, да, решили успокоиться. Дубу отправился на нижнюю линию. Пока бежит пешочком Титан. Ну, и, судя по добитым крипам, не то чтобы прям очень дискомфортно себя как-то ощущает. Джиггернаут 2-0 у него. Стата там ещё будет, сейчас этот флот сделает. Будет больше. Дэм. Обидно немного, Рамзес даже крипам подойти не может. Вообще ничего не получается у него. Тиммейт заруинил линию практически полностью. Надо как-то отводы делать, наверное, потому что линия сильно запушилась в ОП. С другой стороны... Ну да, нет, по-другому никак. Нужно сделать обязательно отвод, иначе это будет... Вообще прям жёсткий тильт на линии тем временем. Аббет. Третьего уровня, но ванна, инвокер тоже третьего. 10-2 и 9-1. Шторм против инвокера, соответственно. Нормально идут. Нормально идут оба. Не уступают другерушке. Это самое здоровское. Потому что если у инвокера не идёт... Нет, не так. Если у ноуана не идёт на центре, он потом бегает крайне досадно. Тэкс, 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 тэкс. Ну что, линию, я смотрю, не смогли восстановить у нас Virtus.pro. Видимо, либо помешал Шаман отводу, либо Роджер не справился. Хотя, вроде, Рамзес вся под товаром. Окей, сойдёт, неважно. Так, бегает соло, прогоняет просто дубу. Ну окей, на расходнике apparition байтит. Это самое главное. Такими темпами, кстати, соло может ещё и лицо разбить неплохо аппарату. Слушайте, а там крипасики. Сейчас ещё тысячечку дубу. Фласку на себя. Соло нужно хитать, даёт хит соло. Подков же есть уже, да? Там, в принципе, ноль шансов apparition как-то уйти. Задинается только можно! Ну что ж ты, соло. Ну ладно, на самом деле на 20 с чем-то секунд отправил таверну apparition. То есть он не вернётся быстро на линию. Как-то отвод не сделает. Что Паша, он нормально себя чувствует? Да, 15 на 3 Паша себя ощущает. Отлично. Вообще идёт. Так, тем временем, штормала загангли. Слушайте, а у него маны нет. И соло сейчас может очень много грязи намутить здесь. Есть торнадо инвокера. Ещё тысячечка нужна. Хорошо. Соло, правда, хит забрал. Килл забрал, но... Он закупился, просто пошёл, да, умер. Нормально. Экспы никому не отдал, что самое главное. Сейчас придёт на нижнюю линию, либо на верхнюю, например, линию. И даже попробует, а не задушить кого-то. Да, Роджер делает отводики. Правда, линия всё равно запушится. Потому что тут как-то крепасику, откровенно говоря, плоховато. Вот, знаете, баланса на самом деле на линиях нет. Играешь со стороны Дайер, делаешь отвод с большого кэмпа, у тебя кэмп не стакается. Играешь за Рейден, делаешь отвод с большого крипа на линию, за Рейден будущее играя, у тебя кэмп стакается. Соответственно, пачка сдыхает. За Дайер, когда ты делаешь такой вот, пачка, соответственно, не сдыхает. И это какой-то такой мем, на самом деле. Непонятно, почему валюты не могут сбалансировать линии. Просто не понимаю этого. Ладно, Аббет. У нас тут Фнатик Диджей пришёл, забрал рунку, чтобы Фнатик Аббет чувствовал себя нормально. А вот ВП соло погибает, да? Ну да. Не может помочь ему никак нунчик, кроме рофлов. Нечего дать, маны не так много, кнопки на кулдауне. Ну да, торнаток, да. 5 секунд. Не так всё весело, на самом деле, по крипам. Даже несмотря на то, что убили, вроде бы, Шторма. Но из-за того, что Ласт Хит не достался Инвокеру, не камбэкнул нунчик сильно по деньгам. И в итоге за время, которое, казалось бы, он должен был получить, да, чтобы пофармиться, ничего он не смог сделать. Рамзес, как дела? У Рамзеса дела. Ну, четвёртый левел, Роджер второго. В принципе, смотрю, АССА только получил левел 4. Так что, ну, вроде как, более или менее. Но тут баунти руны сейчас появляются. И вот это интересно. Снабец и делается так, его видно на Вардике. Забирает Джабс, сверху забирает кто? А никто не забирает, потому что убивают Роджера. Это гораздо важнее момент. Да. За 155 погибает. На бидном. Три баунти руны в итоге достается команде Фнатик. Плюс ещё килл на халяву. На линиях, конечно, какой-то кошмар творится. Вообще, лёгкую линию выиграть не могут. Парни как-то сосредоточатся. Может быть, даже Соло позвать сюда. Ну, то есть, я понимаю, что... А, у Сларка вообще так всё плохо. Посмотрите, посмотрите на Нетвор Сларка. У него меньше, чем даже у Шамана, блин. Шаман четвёртой позиции, когда у вас пост-один настолько сильно опущен. Почему они не могут треплой пойти, чтобы задушить эту линию? Ну, серьёзно, уже шансов ноль вообще что-то сделать. Адекватно. Знаете, в чём дело? Рамзес играет на герой, который должен сразу, сначала, со старта линии, сноуболиться. И Рамзесу не дают это сделать. У него есть левел, но при всем при этом у него фарма вообще никакого нет. Быстрого Мидаса здесь не будет из ниоткуда. Киллов каких-то нет. И, на самом деле, у ВП большие проблемы. Так. Бежит Аббит на хосте. Ну, это хотя бы шестая минута. Это не третья, как в матче с ОГ. Но, тем не менее, да. Роджера убьют в очередной раз. Это уже четвёртая смерть для Титана. Чё-то как-то так плохо всё получается. Вообще прям... Не складно. 6-1 идут в натике. Как же у ВП прям... Ну, просто ничего не работает. Практически 100% выходу Нави, что он... Нет, Нави не выйдут в верхнюю сетку. Если ВП сейчас победят. По-моему. Ну, либо там переигровки какие-то будут. Ну, посмотрим уже после этого всего. На Ну-1 нападение. Ну, Ван заледенеет. По-моему, да. Очень неплохо работает пока суппортер у Фнатик. Есть Торрент на развороте. Корабль там солидный выписал Паша. Отличная перетяжка от офлайнера. Виртус Про. Засейвили Ноуана. Убили, что самое главное. А беда. Правда, Рамзес. Сейчас должен убивать. Айс из Айса, по-моему, нет. Ну, пятый левел Рамзес. Пятого левела Айс. А что происходит? Они же видели, что дерева нет. В смысле, видели, что дерево есть. При этом Рамзес подошёл. Просто всё равно срубил дерево. Не нашли Айса из Айса. Чего? Чего? Так, и тем временем просто нашли у нас фанатики себе ещё один вкусный пирожочек. Ну да. Я не понимаю, что происходит. Почему ВП не хотят сражаться с одним огармагом. Они ждут, пока герои рестнутся. Вижен на линии у них нет. Лейнварда, то бишь. Сейчас Рамзес просто соло пытается напасть. У него левел 6 появился. На диджея идёт атака. Есть хороший рассказ от соло. В смысле, это Рамзес. Он просто ультимейт нажимает. В итоге убивает. Диджея через Ноуана. И получил ли он хоть один заряд, друзья? Один заряд получил перманентного стака. Окей. Ну хотя бы какой-то прогресс есть, но опять же такое. Самое главное, что Нунчик пришёл. Да, заработал немножечко денег. Восьмой левел, кстати, и заработал. Тот же Абит шестого. Ноуан просто бежит, не отвлекаясь. Соло сделал ТП. Возможно, через... Нет. Через Хекс. Через какой-то, может быть, подкоп можно было что-то придумать. Но, к сожалению, не срослось немного. Так. Ну нормально. ВП хотя бы как-то дают отпор. И это уже радует. Плюс ко всему есть Кунг, который может кое-что-то там сделать. Ну и вот сейчас зажать Айс Сайса, убить его, это мастхев задача. Правда, выходит тем временем на Ноуана. Вынужден делать ТП на помощь. Виртуз Про. Ноуан заходит в инвиз. Но он заледенел. Корабль летит. Надо помочь. Нунчику обязательно стики нажимает. Ноуан на развороте. Абиты должны убивать. Абит до конца идёт просто вперёд. И получится ли убить Абиту? Ноуана нет. Паша царь. Блин, если кого-то и выбирать сейчас на начало игры, ВП просто полностью ободливились. Есть только лишь Ноуан, которому второй раз уже делает ТП на помощь Паше. Что делает Роджер, блин? Он шестой раз уже сдох. Что это? Ради чего это было сделано? Пошёл на треугольник, когда только что был файт. А, и втроём они не убили... Нет, убили Айса, всё нормально. Айса, Айса, убили. Это хорошо. Это очень важный момент. Так, Соло вышел, стану не попал. Очень печальная ситуация. Однако Ноуан на месте, секьюрит эти моменты. Рамзес нажимает Дарк Пакт. Есть на месте Джабс. Но самое главное, что инвотер, забрали. Это плохо. Там едва живой опарейшн, но его никто не достанет, потому что никто не видит его. Абит дальше идёт вперёд. Рамзес очень больно. Рамзес убивают до конца. Пойдут за савами, скорее всего. Вот сейчас какой стан отличный от Соло. Но этого мало. Этого должно быть мало. Да, до конца просто надо идти душить. Снатиком в ВП сейчас очень сильно опростоволосились. Не было у Кунг телепорт, поэтому Паша не мог прийти на помощь. Он делал ТП на помощь в мид. И вот идти без Паши, сражаться, когда Паша топ-1 сейчас по ценности игрок. Это ошибка была. Капитальная вообще ошибка. Не знаю, о чём думали ВП. Наверное, ожидали, что там мало героев будет. Но опять же, Лейн Варда даже никакого нет. Когда ходил и умирал Роджер, он не поставил Лейн Варда. Он не поставил Варда на горку. Он поставил Варда на треугольник. И в любом случае, по-моему, должны были выйдеть героев больше, чем обычно героев на карте ВП. И так или иначе, они всё равно пошли и сдохли. Очень странная ситуация. Реально странная игра от ВП, которая... Я даже не знаю, чем её оправдать. Ну, серьёзно. Суппорты просто максимально пассивно играют. Ну, даже не то, что пассивно. Соло что-то делает, бегает, выходит. Пол... Пол... Ну, там, пол... Минуты или полторы минуты гоняет кого-то опорейшн. В итоге опорейшн, крипам, умирает. А если сайс пришёл на центр, сейчас будет, наверное, умирать. Или что-то разворотистанчик выписал. Какой смысл? Окей, его убили. Аббет. Может, иксмарку какую-то выписать? Хотя там такой залетит айсбласт. Классный, палец потратили. Аббет очень больно. Раскручивается джабс. Погиб уже. Погиб шторм. Что самое главное, Паша до сих пор живёт. Паша добила всё-таки джабс. Да, под айсбластом, видимо, достаточно было урона. Размен 2 в 2, но при этом поменяли оффлейнера... Оффлейнера и мидера на оффлейнера. И пятёрку-четвёрку. Это нормально. Это выгодный размен для Virtus Pro. Более чем. Единственное, что Рамзес ничего не получил. И линия сверху рухнула. Но хотя бы так. Так, фнатики. Дальше выпад-1 тавр. Рамзес уже снизу. Дальше фармит мидас себе скромно. Но, наверное, это правильно. А с другой стороны, пофайтиться можно заработать себе стаков. Там летит уже до конца просто аббит на фулману. Но нет. Да, без Пашка драться не могут ВП. Это 100%. Без Рамзеса могут, без Паши нет. Всё-таки очень много у него. Да, мидас готов. Кстати, у Рамзеса, несмотря на то, что линия была просто отвратительная, каким-то образом Рамзес всё-таки смог выбраться из этого неприятного положения. Купил себе мидасик. Правда, история сейчас заключается в том, что у него обычный тапок. А там у Джабса барабаны и фейзы. Блин. Как же всё хорошо-то у Керри, команды Фнати. Вроде как Паша свою линию отлично отстоял. Но всё-таки последние перетяжки. Кой-ка, да, у него? 3-0-3. 3-0-3 у Джабс, понимаете? Он взял себе барабаны, либо просто фейзы и пошёл сразу помогать тиммейтам. Просто давить пошёл ВП. Только вот этот момент, где Джаггер ходил убивал, точнее помогал убивать, позволил ему заработать так много. Так много денег, так много уровня хотя бы даже в том числе. Да. Тяжёлая ситуация ВП. Ладно, сдаваться нет смысла в любом случае. Это дефолтная ситуация, когда ВП проигрывает начало и потом как-то аккуратно камбэчит или неаккуратно, может быть, камбэчит. В целом, что против Infamous, что сегодня против ЕГЭ, вторая карта, вот в таком же духе была. Казалось бы, всё плохо-плохо-плохо, а потом резко раз, и вроде как уже не так плохо, уже вроде как можно играть. Так, NoOne, нападение пока на шаманчика. Ну, Диджей, кстати, успел Хекс выписать, и проблемы, по-моему, могут быть у NoOne. Да, там такой рассказ-то Джавса залетел классный! Есть, Ice Blast погибает, правда, шаман есть размен. Какой-никакой для ВП, но всё досадно. Досадно складывается на данный момент, ещё и Роджера поцепили! Класс! Ну вот это Фнатики исполняют достойно, да. На хосте Аббит просто... Блин, это активная дота. Я ещё с матчей OG поражаюсь тому, насколько же здорово играют команды на НТ. Постоянно каждого друг друга сейвят, особенно это проявляется в матчах реально сильных команд. И вот Сикреты, я помню, постоянно приходят на подсейв, там вообще никого не жалеют. Там даже Керри приходит иногда в митке, если там жёсткие ганги. У Флейнер часто перетягивается. Команды идут просто друг с другом драться очень рано, именно в 5 на 5. Вот ОВП не так всё гладко. ОВП, если у Рамсеса не пошло, например, он не может прийти просто так помочь на Сларке. Ему обязательно нужно там дофармить какие-то слоты себе. Только потом он что-то может сделать. Ну, с одной стороны, наверное, и правильно. С другой стороны, вот мы видим, мы видим последствия всего вот этого, такого микрозакидона, я бы сказал, ничего не может сделать Инвокер. Инвокер сильно просел по деньгам. С другой стороны, он всё ещё выше по Нетверсу, нежели чем Шторм. Но ему тяжело. Ему действительно очень тяжело. Пока Абеда догнать просто невозможно. Разница между Штормом и между Джиггернаутом порядка двух тонн. Это вообще просто кошмар. Наверное, какие-то цифры, такого быть не должно ни в коем случае. Но, окей, как бы там ни было. Попробуйте убить ещё этого Джиггернаута. Надо сказать, что это не самая простая задача для героев ВП. Там одна раскрутка, и по сути, ему ничего не страшно, да. Сквозь как раз-таки Блэйд Фьюри убить Джиггернаута. Точнее, как-то поймать Джиггернаута нереально. Вот как раз Джабс раскручивается. У него ультимейта нет, кстати. Не смогли поймать Соло. Соло бежит до конца просто за баунти руной. Поймал аккуратненько Шторма. Шторм без маны. Там Дугу схватили. Должны убивать. Да, есть такой момент. И более того, поцепили Джиггернаута через палец. Достойно. Слушайте, через Торнадо. На ошибки. За наглость. Просто за наглость Джабса похоронили. Соло бежит до конца. Смотрите на этого воина. Просто бежит, бежит, не останавливаясь. Есть Томп. Не, не Стомп, не Импейл. Ничего не попали. Ну, ладненько. Хоть как-то. Хоть как-то отбились. Опять же, под Шрайном все действие происходило. Шрайном Виртус Про. Вот. Ну, и еще немного денег заработал Ноуан. Да, вот если мы посмотрим как раз буквально на две минуты назад, да, что было на графиках, точнее не на графиках, а на таблице Нетворца, мы увидим, что Ноуан где-то имел около, ну, где-то на сотню, может быть, на 150 монет больше, нежели, чем Шторм. Сейчас у него между ними разница в тысячу. Это очень много. Ну, и что там? Что у нас далее будет? Так. Просто вдарились в фармы, так понимаю, у нас обе команды, да, давайте глянем тогда, что у нас по... Опа, опыту, какой перевес в ВП. Нормально. Нормально, так ВП вдарились в фарм. Да, есть Медасик у Сларка, есть Медасик у Инвокера, поэтому, в принципе, что теперь по опыту, что по деньгам, ВП должны быть впереди, и для них это выгодно, знаете, вот эта вот такая, грубо говоря, АФК Дота, она теперь удобная для ВП, потому что в Лейте, ну, как в Лейте, минут через 15-20 они будут иметь больше денег при вот таком вот положении дел, нежели чем Фнатики. Ну, это сейчас очень грамотно, на самом деле, для ВП, очень грамотно. Да, уже вот буквально минута прошла, или где-то 2 минуты, они заработали около, там, тысячи, может быть, меньше чуть-чуть. Так или иначе, это важно. Такс. Смаки разбивают Фнатик. Идут куда-то. Очень уверенно идут, при том, что баунтируны появляются еще не скоро. Так. Ну что, стомп выписал Роджер, непонятно, правда, зачем, есть ультимейт от Рамзеса, делает ТП, ну, сбить ТП не получается, отлично. Отлично сыграно. Да, потратили разлом, правда, Роджера, но я думаю, что это не так критично, опять же, тавр подефить можно будет, наверное, через обычный стомп. Ну и плюс Инвокер придет, что-нибудь тоже придумает, так что сойдет. Есть ли Весел? Да, кстати, Весел выходит на 1. Это очень важно. Змейки, я слышу, поставили на 1 тавр. Ребята из Фнатик тратят глиф в ВП, но, очевидно, глиф вернется. Мидас купил себе Огармак, есть барабаны Яша у Джиггернаута. И Скай у нас Шторм Аббит. Лепает нам. Да, кстати, дефить тавр не решили, все-таки ВП даже там стомп какой-то не потратили. Но хотя долго лупят, на самом деле, вышку, уже, не знаю, секунд 30, наверное, стояли. Да, да, там четверть времени осталось всего лишь на активности Змеек. Так что там нормально так по времени душились. Ну пойдет, диффузики покупаются и Джиггернаут. Правильно это? Я думаю, что это неправильно. Диффуза здесь невыгодное решение. Молнии прикольные, а диффуза, ну не знаю. Все-таки бить Сларка в этой игре он не сможет, инвокера пробить. Ну не знаю, насколько это правильно. Инвокер просто тоже очень юркий персонаж, и там БКБ у него рано или поздно точно появится. Все-таки контроля достаточно у Фнатик. Поэтому диффуза не уверен, что это верная фича. Но если будет довольно активно играть у нас Джабс, то почему бы и нет? Опять же, все у нас играют как умеют, да, как им привычней. Так что, может быть, это и будет верно. Просто с Молниями, мне кажется, он бы фармил получше, нежели чем с диффузиками. Это, конечно, не точно, но не исключено. Так, Фнатики. Они не знают про Пашу, Вижена у них здесь нет. Могли бы, наверное, подумать, что... Ну, просто так на халяву опыт идет, если бы заметили этот момент. Можно было бы попробовать. С другой стороны, опасно, потому что поднимаешься на хиграунд, ничего не видишь. Его только сейчас поставили, Апсервер, Сентрик. Окей, и Баунтируна, да, 20-ая минута. Паша тоже молодец, отошел. Не стал подставляться. Плюс реген для Нуна. Скоро будет огонь у него. Такс. Окей, диффуза приехали. Готовы, причем диффуза для Джабса. И ставятся змейки над 2 Тавра. Ну, не знаю насчет того, правильно это делается или нет. Ну, учитывая, что ВП так себе дефит, только вот издалека Ноу-Ан стоит. В принципе, сойдет Кунг. Из смока вышел, равно как вышел Роджер. Дубу нашли. Сбивают ТПшечку. Ну, остановить Джиггернаут явно не получится. А из Бласт выкидывает дубу. Там еще и рядом Диджей есть. Но Диджей тоже уходит. Да, все хорошо. В принципе, ВП пришли. Тавр свой дефнули. Забрали змеек. Опять же, попармил немного Ноу-Ан. Ну, такая, знаете, заливная немного игра. Имеется в виду, такая, не очень активная резко стала, по крайней мере. Начиналось хорошо за здравие, так сказать. А заканчиваем реально за упокой, потому что никто ничего не делает. Просто фармят ВП. Ну, и осудить ВП тоже нельзя, потому что ВП делает. То есть, правильно. ВП максимально верно действует, потому что нужно фармить. Семидас, это то, что надо. Так, ну что? Дальше выходит в Манта Джабс. Ну, можно его понять. Да, Манта, это правильное решение, когда ты покупаешь себе диффузики. И что у нас в целом? В целом имеется. Так. В целом у нас имеется выход в БКБшечку, если я правильно понимаю, для Шторм Спирита, да? Абит все-таки не хочет, чтобы его ловили. Вот это правильное решение. Сегодня я уже самую покупал ранее БКБ и игру выиграл на Шторме. И остальные парни вроде как тоже выиграли, но при этом всем не покупали ранее БКБ. Приехал Блинк Даддер к Шадоу Шаману. Хорошая штука. Пайп готов у Айс Айс Айса. Диффуза готов у Рамзеса. Надо БКБшечку, наверное, только добрать, чтобы наверняка Кунг купился БКБ. Паша, Пайп, БКБшечка, да. Инвотер скоро будет с Ганимом. И это тоже будет очень важно для него и в целом для команды ВП. Ну и, как я говорил, на дистанции, опять же, вот мы видим уже, сколько минут 5 прошло, да, ВП уже 3000 ведут. При том, что файтов никаких не было, товара никакие ВП не ломали. Только пару героев плавит. Вот, например, сейчас на Айс выход. Но нет, наверное, все-таки это зря. На Огар Мага так легко не выйти. Медалька у него есть, медальку апнуть он очень хочет. Но, кажется, файт все-таки, да, устраивает Вирту Спорт. Зацепили, к слову говоря, инвокера. Инвокеру нужно помочь. Он выходит через Инвиз сквозь Змейки. А там залетел неплохо. Так, Шторм спирит, Хекс сразу в лицо. Ноуан отходит подальше. Минус, Абит, это очень важный момент. И более того, там подставился Джабс. Его просто должен убивать Рамзе, скорее всего. Ноуан с лоу граунда дает пару тычек. Можно еще раз каст и писать, да, Рамзе секьюрит этот килл. Ничего можно не делать. Красиво сыгранно. ВП на классе выигрывают. Пусть и начало было очень неуверенным. Очень тяжело было парням на линиях. Несмотря на то, что линии-то вроде как они выставили неплохо. Но либо Фнатики так агрессивно играют и неудобно для ВП, либо ВП что-то действительно у них там не ладится с пониманием игры. Может быть с упортов, не знаю. Но чувствуется, что ВП как-то так себя чувствует на линиях. Какой-то Рошан, может быть, нет? Пока Герои в таверне. 6000 перевес за ВП. Буквально один Тернин Тау разобрали. Файт выиграли и все. Ну и файт выиграли. Тоже, знаете, такой момент странный был. Вроде бы у Фнатиков все хорошо. Вроде как какой-то Джигернаут заходит в спину трем человекам. Человекам. Трем людям. Трем героям. При этом заходит он на раскрутке уже. Давать им ни слэш не хочется. Потому что, во-первых, юнитов много. Во-вторых, Сларк, который уходит в ультимейт. Там, неважно. Какой-то непонятный такой реальный момент вышел. Странноватый. Ну ладно. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, Солчу зато весело, да. Пользуется фразой меча. Там Роджер. Нашли его. Девятая смерть на подлете. Окей. Будут ли мстить за Роджера? Выкупаем его, если что, имеется. Поэтому могут устроить файт в любом месте Virtus.pro. Опять же, пальца нет, правда. Вот это, наверное, самый такой дискомфортный момент. Но остальное... А, все, появился. Окей. Прошел кулдаун. Нормально, можно нападать. Можно нападать, разбивать смачок, идти куда-либо. Пока идут за баунтерами. Окей. Оккупировали вражеский лес в ВП. Ну, потому что, очевидно, противник в их лесу. Бегает. Сойдет. О, и БКБ приехал к Сларку. Слушайте, вообще отличные слоты приобретают... Приобретают коры команды ВП. Что, по Аганиму готов уже Аганиму Инвокером? Да. Осталось только принести. Я думаю, что Инвокер тоже купит себе БКБшку. После этого... Ну, скорее всего, Инвокера тоже не поймают. То есть... Да, Инвокер, конечно, может под дастами погибнуть. О том, не слэше, например. Но при всем при этом его там не будут держать в стане. Он не будет страдать в хексе, в змейках. Там, да, умирать. Так что, я считаю, это хорошее привлечение. Но можно Юл еще взять, кстати. То есть, в принципе, не БКБ, значит Юл. Ну, по правилам, там, какого-нибудь Шторм Спирита, Эммер Спирита. Просто покупаешь себе такие универсальные айтемы. На подхелп. Так. Диджей в позиции. Он очень хочет, видимо, поставить змейки, но... Нет. Ну, я думал, он поставит змейки на Т3 Тавр. То есть, таким планом. Опа! Инвокер. Вы понимаете, да? Это был не катаклизм. Это был... Ноуан. Э? Солидно. Так. Айсайсайз. Залетели в него. Рассказки экипажей. Но этого мало. Работает Рамзес. Это поинтереснее уже. Выкупился Роджер. Но, по-моему, Айсайсайзу не помочь. Лишь кому ж... Да, вгрызся в него. Серьезно, так Сларк сойдет. Улетает Аббит на фуллману. Делает ТП на базу. Все очень хорошо вышло. Но и это еще не конец. Должны ВП после выкупа на Роджере идти ломать какое-то... Какое-то строение. Да, выбирают все-таки нижнюю Т2 вышку. Хотя, если честно, я не очень понимаю, почему. Какая разница, какой Тавр сломать. Какой, в миде или снизу. Тем более, крипы есть и там, и там. Линия была... Ну, герои были ближе к Т2 в миде. Но почему-то Рамзес выбрал нижнюю. Ну ладно, возможно, там позиционку держать удобнее, нежели чем в центре. Хотя вардов нет, что так, что так. Без разницы. Окей, Тавр сломали. Заработали еще немного денег в Виртус Про. 8000 преимущество. Так, сейчас кого-то цеплять будут. Походу, палец засадили в диджея. Это минус шаман должен быть, да. Сделал ТП сюда. Ай-сай-сай. Зацепили Рамзеса. Двойной мультикаст работает. Джабс. Посмотрел на Рамзеса. Окей, все, все понял. До свидания. Ну что, будет заход на ХГ? Смогут ли ВП осилить? 18-18. Счет 9000 перевеса за Виртус Про. 27-ая минута. Уверенная карта. Хотя, как уверенная карта, я бы сказал, уверенный мидгейм. Вот, чтобы быть максимально точным, я бы сказал, уверенный мидгейм. Блин, как же запарили на Твиче подписываться какие-то челы с никнеймами куботов. Просто набор цифр. Не понимаю, с чем это связано, но уже, не знаю, подписок 30 сделали. Фоллоуф именно. Что это такое вообще? Прямо, что я видел, как подобные никнеймы в, там, не знаю, чатики, например, с большим количеством зрителей, спамят, типа, тебе нужны зрители, устал от флуда. Зайди на наш сайт. Купи подписку или еще какое-то говно. Так, 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 так. Ну что, довольно-таки пассивненькая игра у нас выдается. Такое ощущение, будто ВП против крипов играют, если честно. Нет таких вот жестких зарубных, заруб каких-то продолжительных. Просто, ну, как бы, файт, файт, файт. Однокалиточный такой, да. Но файт. Ну что, БКБ готово. У Шторм Спирита довольно-таки давно уже вроде, да. Но при этом все равно у него тысяча монет на руках. Как-то все скромно у Аби, да. Джаггернаунд не стал покупать манту. Решил взять Сенжин Яшу. И БКБ хочет, чтобы драться, видимо, против Сларка. После Блинка Шторм Шаман 1500 на фармах, 1600 даже. Но это не особо критично. Огрым Мак купил Форски, если я не ошибаюсь, да. Это, видимо, чтобы Паунс порвать. Ну, нормально будет тиммейт сейвить и себя тоже в том числе. Сларк. Рамзес купил себе... Купил или почти купил? Ну, я думаю, купил, да. Линкенсферу. Против чего Линкенсфера? Статы. Таргетных спилов. Всего ничего на самом деле. Ну, ладно. Да, если что, еще и Солочь у нас с Блинк Дайдером. Блинк Линза. А Паша купил Лотус. Тоже вкусненько смотрится. Да, и скоро тоже Нолан возьмет себе БКБ. Так, ну, пошел какой-то микрофайт. В Пашу Айс Бласт Соло залетел. Рамзес воюет. Соло едва живой. Забивают Диджей. Неплохо. Диджей выкупается. Натака Солочь до сих пор живой. На какие же лохи пэ он выживает. Только сейчас его добили, но при этом всю ману потратил Абит. Убивают дубу. У Рамзес просто господствует. Заканчивается действие Омни Слэша. Не особенно эффективного. Ну и Джабс на раскрутке пытается сбежать. Разлом такой себе, мягко говоря. Но при этом ВП выигрывают драку. Выкупился у нас кто? Выкупился Диджей. Да. Убили с суппорта пятерку. У Виртуз Про. Ну и ВП ответили. Киллом пятерки, четверки. Плюс еще выкупился пост четыре герой. И баунти руны. Да, кстати, баунти руны. Сколько забрали? Рамзес одну. Паша одну. Паша две. Окей. Два. Три в размен на одну. Окей. Это намного выгоднее для ВП. Чем могло бы быть. Если бы они в файт проиграли, например. На любом случае 12 тысяч перевеса. Классное. Классное исполнение в мидгейме. Но когда закончите, парни? Че-то так уныло, что... Все прям жутко. Рошана никто не убивает. Разменов никаких нет. Кнопки АБК даются. Не знаю. Там Абит тратит всю ману на шторме, чтобы добить одного суппорта пятой позиции. ВП это как-то... Немножечко, да, не очень. Ну что, у нас уже потихонечку качает экзорт на лан. Скоро будет давать раскасты. Как пианист. Так. Ну что, там ВП. А, у ВП, кстати, еще неплохой такой золотой запас. Если мы посмотрим на верхнюю линию, мы видим, что у Фнатиков Тир-1 Тавр стоит. Пора бы его забрать. Тир-1 Тавр, Тир-2 Тавр можно забрать. Силы света укрепили свои сооружения. Так, ну что, у тебя один Тавр упал, вроде как да. Еще немножко укрепились ВП, но при всем при этом сами смоки пока не бьют, не торопятся. Но я полагаю, что это Мидасы способствуют этому развитию, потому что для ВП все нормально. Вот у них на Рамзесе еще Блингдайдер появился, и в принципе есть еще, наверное, возможность взять себе один слот, и после этого только ВП начнут куда-то выходить, чтобы уж наверняка... Ну вообще не знаю, как бы пока для ВП все довольно просто, без каких-либо проблем. Опять же, два Мидаса работают, денег много, просто куры не клюют рам. Роджера убивают, что-то... Что-то как-то он совсем загулял, откровенно говоря. Так, слушайте, а Фнатики заходят на Рошана, а там выкупа, по-моему, не должно быть все еще по таймеру у Роджера, и поэтому... Силы света используют скан. А ВП хотят скан использовать, у них на кулдауне скан. А, ВП просто отходят, окей. Да, вот такой вот классный дракончик в юношеской форме инвокером. Ну и чего у нас, 2700 на руках у Рамзеса, очень... А, Фляй приехал, слушайте, а вот это прикольно, вот это интересно, Джиггернаут с Фляем не должен быть таким простым таргетом для Сларка. С другой стороны, Рыба сейчас купит себе Манкинг Бар, тогда, в принципе, будет убивать каждого вообще... Вообще полностью всех героев, наверное, у Фнатиков. Если то, как-то еще Шторма поймает. Так, Смачок. Возможно, Смачок Надежды даже от Фнатика, потому что последние файты для них явно были никудышными. Рамзес, поймали его. БКБ нажимает Рамзес. Рамзес... Нет, не нажимает БКБ, это был ультимейт, причем под аппарейшеновским мультом. Сейчас находится Рамзес, ему надо пожить обязательно. Дождаться, пока спадет вся эта зараза, и только после этого, после того как отхилится Рамзес, идти в бой. Очень много кнопок отжали у Фнатиков сейчас ВП. Там, по-моему, минус БКБ на ком-то было. Да, на Шторме нажимали БКБшечку, это очень важный микромомент. Ну что, прыгает дальше Рамзес. Рамзес нашел себе вкусненький таргет, с которого можно много статов выбить. Что-то прыжок, да, не сросся, потому что там форстаф был, в итоге подалакрить и божечки. Рамзес какой-то лютый вообще в этой карте. Так, в позиции, что это такое? Это просто хекс закидывает Джиггернаута, Джиггернаута могут из Тана не выпустить. Нет, выходит, раскручивается, в итоге разлом полетел не такой, как хотелось бы, наверное. Забирают, что самое главное, Диджея, у него выкупа не имеется, но Уану все-таки убивает каким-то образом Абит на пару с Джабсом. Ну и самое главное, что без маны находится Шторм, Шторма убивают и должны зацепить Джабса. Джабс без маны, Рамзес едва живой упрыгивает, через регенеца. Это минус четыре героя в исполнении Виртус Про, Дубу. Остался один и помочь как-то здесь тиммейтам уже нет возможности. Можно Т2 в миде сломать, можно Рошану лицо сломать, как вариант. Да, наверное, так и сделают ВП. Окей, ВП. Нормально провели файт, очередной хороший. Даже тут больше вопрос, что делать Фнатикам. Они должны нападать как-то локально, при том, что в последний раз они потратили очень много способностей для того, чтобы напасть на Рамзеса. Но зафокусить его не смогли, Лингенсфера много реально спасла. И, наверное, как раз-таки отсутствие БКБшечки, только потому что нападали на Рамзеса, БКБ, его шторма была прожата в тот момент, сейчас как раз подзаруинило немножко файт. Все-таки без маны остался шторм, причем очень так основательно и быстро. Окей, заходит на Т2 Тавр с Агидисом уже ВП в главе с Рамзесом. Отлично. Что у нас у Паши есть? Что он покупает, кстати? Первый лам. Ну, вообще, у него слотов не так много, да. Есть вариант Брейсер поменять, остальные слоты вроде как очень важные. На, медальку взял, поэтому может бустить Рамзеса. С Ларком, конечно, удобно. Там еще две телеги такие классные заехали, почему бы не поломать? Потому что герои рейсуют у Фнатиков. Поэтому не могут ломать так легко ВП ничего. Побежал Рамзеса, побежал искать что-то, но ван. Нашел фарм. Окей. Ага, вот так, смотрите, Моншард вообще теперь есть у Сларка, но рыба супер жесткая. Урона нет никакого, но при всем при этом, ну, то есть 150 плюс 40, это что-то, мягко говоря, не очень. Но при этом всем статы. Статы, которые он выжирает из противников. Это жестко. 12 перманентных, плюс 4 есть на руках. Прыгает на Апарейшн. Так, ультимейт потратил Сларк, возможно, слишком рано, но, опять же, Аедис у него присутствует. Дальше идет Рыбина под Тентрит Аверс до конца. Просто очень хочет повыжирать немножко статов из Айс-Сайса. Не попал Паунсом Рамзес, в итоге бьется с Джапсом. Еще больше статов для него. Уже там три царик в сумме должен будет быть. Две штучки надо взять. Вот, поймали, кстати, на Хексе. Очень здорово Абеда. Абед ничего не смог сделать. БКБ даже не нажал. Хекс от Соло был феноменальным. Минусом не слэш в Агедис. Это, по-моему, не то, что хотели бы, наверное, сейчас в Натике, потому что сейчас выйдет Рамзес. Отсюда сломаются змейки, придут сюда крипы, и ВП будут хранить базу. Или не будут. 57 секунд, надо форсить на вайбэк шторма. Обязательно, обязательно. Полетит, конечно, тиммейт Апарейшн. Вот, возможно, тогда поймают кого-то на ошибке. Но тут уже, тут уже Рыбина забегает, да, супер достойно. Кстати, после смерти Сларка, с него спали статы, из очевидного, да. Поэтому сейчас Рамзес не так активно бьет, как хотелось бы, наверное. Так, минус мана Айс Айс Айса. Ну что, там застанили инвокера. Экстрим мультикаст выпал. Кстати, Апарейшн ультимейт полетел неплохой. БКБ нажимает, но 1. Тем временем убивает у нас уже диджей. Прыгает дальше Рамзес. Рамзес за Айс Айс Айсом до конца. Бедный Угармак палец поймал, но погибает. Выкупа у него не имеется. Бэктор Продекшн опять включился, опять выключился. Рамзес, не остановите его, Рамзес за дубу просто бежит. Ну и Джавс такой, я не знаю никого, я просто крипов бить мне наверх. И проходит дальше. Да, ВП просто не остановимы. С этой Рыбиной. Ну вообще, какой-то пассивный файт провели, там, раза два, наверное, Фнатики. И после этого сразу игра у них пошла под откос. Они не могут ничего сделать. Дубу сбили ТП, Дубу после байбека умирает. Какой-то мем, на самом деле, да. Ну, можно ломать верхнюю линию, можно ломать нижнюю линию. Крипов, правда, нет, поэтому... А, крипы снизу приходят. Вот это важный момент, который я не обратил внимания. Но неважно. Да, ВП сейчас... Могут пень крипов сделать, наверное, без каких-либо проблем. Вопрос только... Сколько терпеть будут Фнатики? Это вы... Это издевательство, это насилие просто над собой. Ну да, ВП идут на третью линию. Очевидно, здесь все супер просто. Муншард работает. Китайцы Аллах, эти 27 временных статов плюс 18 перманентных. Поймали, Соло. Space created, говорит. Солочь, да, там просто мегарипы. Все. Последняя тычка. Абет БКБшечку. А, это Ромзес нажимал БКБ. Да. Пока Соло в таверне, бояться нет смысла. Потому что больше ты не получишь хекс какой-то на рандоме. Ловить в принципе нечем. Только если инвокер, какой-то колд снап, торнадо. Но это неважно. Да, какая-то такая си игра выдается на первой карте у Фнатиков. Честно говоря, я ожидал больше вот этих ребят. Потому что Абет меня не впечатлил. 5-7-8, когда у Штарм Спирита, мягко говоря, безобразно играл. Прыгал Абекак, тратил ману для того, чтобы убить хотя бы суппорта. И то у него это так себе получалось. Как бы он его убивал, но при этом мана не было. Умирал сам потом. Вроде есть рыба, вроде есть джиггернаут. Он джиггернаута импакта 0. Сларк вроде какой-то... Ну, хороший Сларк на самом деле. Такой, чисто статы выбивает из тебя. Потом за счет этого продолжает файт. Такой именно сносный Сларк. Ну что, нас еще баунтируны забирают. И что, Мега Крепов серьезно будут дефить Фнатики с таким драфтом? Ну, кроме шуток, Фнатики не выиграли ни одного файта за последние 20 минут. То есть, как только вот они начали сдавать, и были два рабочих Медаса у команды ВП, ничего не... Соло просто догон купил. Что? Что? Что это за рофт вообще? Догон, блин. Какой-то кошмар. Зачем Аганим люди покупают? Покупаешь догон, он нормальный. Ладно. Плевать. Все равно эта игра закончена. Да, как только два Медасика появились в ВП на двух корах, собственно, ВП просто замедлили темп игры. От этого она стала чуть менее смотрибельной, но при всем при этом ВП хотя бы начали обороты набирать. Очень солидно. Ну и, конечно, в такой темп не могут играть Фнатик. Им хочется файтиться, им хочется как-то сражаться. У них угрмак есть. ВП не хотят драться, игнорят все файты. И в итоге на двух Медасах потом выезжают вперед. Ну и плюс, да, в замесе позиционирование тоже очень важно. Рамзес, БКБ нажимает, но забрали быстро Пашу. Паша выкупается, она летит на травелах. Убивают Диджей, Диджей выкупается. Абит, БКБ нажимает, там поймали на импейль Джабса. Можно было подраться, какой-то корабль на развороте. Божечки, как же классно действует-то Виртус Про. Еще и флот кораблей полетел, оказывается. Ну и да, Паша как раз умстит за то, что его убивали. Убивают Айс Айс Айс, он без байбека. Подцепили Джабса. Полетел Торнадо, Санстрайк. И Стана не выпускает Джабса, ГГ. Прописывает Абит. Хорошая карта, хорошая такая надежная карта получилась от ВП. Хотя мне очень не понравилось, что было на линиях. Опять же, нельзя это не сказать, друзья, но на линиях ВП сыграли безобразно. Поэтому сейчас могут сосредоточиться на вот этом вот ранней агрессии, на исполнении Фнатики и попытаться со старта просто задушить ВП. И возможно ВП из этого не выберутся. Но опять же, это хорошо, что ВП победили. Еще одна победа и ВП вполне себе забирают слот в верхней сетке.